Привет-привет! Меня зовут Саша, канал Душно. И Душно сегодня опять не только в названии моего канала, но и на улице. Опять жарища, опять с потея. А как дела у вас? Если обратили внимание, я на прошлой неделе выпустил одно видео вместо двух. Так-то я в последнее время два точно выпускаю, иногда и три. Чё-то решил профилактически немножко отдохнуть. Ну, назвать это отпуском я не могу, потому что я буду снимать видео. Но решил немножко облегчить формат этих видео. Ну, сейчас вот много кто говорит про парфюмерную депрессию. И я вот подумал, что у меня тоже какие-то первые звоночки парфюмерной депрессии или блогерской депрессии появляются. Ну, когда ты входишь в такой ритм какой-то, что всего слишком много. Разнашивание, съемок, монтажа. И вдруг это становится как работа какая-то, как рутина. Не хочу перегореть. Для меня блог и парфюмерия это огромное удовольствие. И огромный кайф. И какой-то один из моих смыслов. Вот. И не хочу это перегреться и потерять. Что я придумал? Ближайшие пару недель будут только легкие жанры. Я не знаю, сколько видео в неделю будет выходить. Вот на этой неделе, скорее всего, выйдет два. Потому что сегодня вот про душную посыль вам расскажу. А на выходных душных гостях. На следующий как пойдет? Ну, одно точно будет. Может быть, тоже два. Но не будет никаких разнашиваний, подборок, ароматов. Будут слепые затесты. Десертики, как известно. Я надеюсь, что многие из вас сладкоежки. Будут распаковки. И будут походы в гости. Вот пока так. Не знаю, сколько. Может быть, две. Может быть, три недели. Может, месяц. Как пойдет. Но вот хочу как-то делать то, что мне легко и в кайф. Тем более, эти жанры вам тоже вполне заходят. Но давайте переходить к теме сегодняшнего видео. Душная посыль. Она же волшебная посыль. Я про этот формат узнал от Юли Жарик. Она отправляла посылку нескольким своим знакомым. И эта посылка, наполненная парфюмерными ништяками, передавалась из рук в руки. И потом вернулась к ней порядочно обновленная. Ну, Юль, спасибо тебе за эту идею. Наверное, не ты ее придумала, но именно ты меня вдохновила собрать свою посыль. Что это такое? Давайте расскажу про правила. Это вот такая коробочка. Надо сказать, довольно увесистая. Я ее вот обклеил даже красивенько. Ну, относительно. И я в нее собрал отливанты, пробники и даже несколько остаточков во флаконе. И я ее также буду передавать блогерам различным. От одного к другому она будет переходить. И правила максимально не зафиксированные. То есть, приходит посылка, у тебя две недели. Ты можешь все оттуда достать, все попробовать. И все, что нужно, забрать себе. Хочешь, все забери. Хочешь, ничего не бери. Хочешь, выборочно. Вот вообще никаких правил. И предполагается, что ты в ответ чего-нибудь положишь, что тебе не сильно нужно, что поедет дальше к следующему блогеру. Я решил не делать какого-то равновесия. Типа, взял один отливант, положи еще один. Нет. Вообще, все на вашей совести. Ха-ха. Ну, в смысле, я просто подозреваю, что среди тех, кому я буду отправлять эту посыль, среди тех, кто вот в числе адресатов, ну, нету тех, кто все заберет и оставит посылку пустой. И я вообще как-то верю людям. Я вообще думаю, что, ну, это надо какую-то такую подлянку сделать другим в рамках какого-то развлечения, от которого все получают удовольствие. Я не верю. Но какие-то исключительно индивиды должны быть. Очевидно, в моей подборке людей этого не будет. Собственно, я вам почти все рассказал уже. Вот. Я сейчас расскажу, кому эта посылка будет переходить. И подписывайтесь на мой телеграм-канал. Я там буду делать репосты тех, кому доходит эта посылка, кто будет писать какие-то впечатления. Здесь тоже никаких правил. Можете рассказать, что из этого вам подошло, что не подошло, что вы положили общие впечатления. Короче, все что угодно. Ну, будет здорово, если вы в своем блоге сделаете какую-то пометку. Удовольствие получил огромное, пока ее собирал. То, что долго лежало, и я думал, блин, ну, вроде отдавать жалко, продавать жалко, может быть, пригодится. Здесь я с удовольствием это все складывал. С мыслью, что это прикольно кому-то отдать, и это пригодится. И еще с такой какой-то мыслью, особенно это касается флаконов, что если вдруг они вернутся ко мне спустя восемь пар рук, то значит, эти флаконы мне нужны. Значит, я их точно оставляю. И, как бы, отказываясь от идеи, избавляться от них. Значит, вот как-то это мои флаконы. Ну, вот как-то так я придумал. Ну, в целом, было очень классно наполнять ее. Мне сначала показалось, ну, типа, сейчас как-то я жиденько ничего интересного не придумаю и молчу, отправлю. В итоге, мне кажется, посылка офигенная. Я бы просто с удовольствием такую получил. Собственно, если меня смотрит кто-то из получателей этой посылки, дальше у вас есть выбор, смотреть это видео до конца или нет, потому что здесь я буду делать подробную опись того, что находится в посылке. Если вы хотите, чтобы посылка была скорее сюрпризом, разворачивать каждый отливантик, смотреть, что там, как бы примерять его на себя, то не смотрите дальше. Ну, мне кажется, для зрителей, может быть, кому-то будет интересно. Это такой странненький жанр, но почему-то, мне кажется, что найдутся у него поклонники эту опись послушать. Ну, и, собственно, про каждый аромат я буквально пару слов скажу. Не знаю, сколько это займет по времени. Ну, давайте я быстренько пройдусь по списку, собственно, кто будет получателем. Первый, кому я передам эту посылку в начале сентября, это будет Оля, с которой мы записывали видео про Афилип. А дальше она переправит эту посылку одному из людей из списка. Порядок не определен. То есть человек, который получает посылку, сам решает, кому из этого списка ее отправить. И каждый человек, когда получает эту посылку, зачеркивает себя из списка. И, соответственно, когда там никого не останется в этом списке, посылка возвращается ко мне. Ну, такие вот понятные, в общем, правила. Итак, помимо Оля, участвует Марина, телеграм-канал BlackFalls, Даша, телеграм-канал Гурманша Даша, Notes for Gourmen. Мой английский потрясающий. Денис и Васик, все его знаете. Екатерина, заметки бьюти-голика. Вадим, Вадим Мюниц. Вадим, привет. Маргарита, бегущая за шлейфом в телеграме и ютуб-канал у нее есть. И, собственно, Юля Жарик. Очень рад, что Юля, вдохновившая меня на эту авантюру, также согласилась участвовать в списке и быть в списке. И потрясающий человек, моя подписчица Ирина. У нее нет блога, но она так как-то уверенно и прямолинейно сказала, что я тоже хочу участвовать. И так как-то на этом настояла, что я подумал, ну, я не могу ей отказать. У Ирины нет блога, но она в списке. Ирина, может быть, это повод завести небольшой блог? Подумайте над этим. Ребят, никого больше не включаю в список. Нет смысла мне писать там. И я хочу, и я хочу. И, пожалуйста, не обижайтесь. Ну, потому что, понимаете, если бы я сейчас сделал... Пишите все, кто хочет поучаствовать в этой акции. Ну, написал бы человек 60. И сколько бы гуляла эта посылка, я бы ее обратно никогда не получил. Ну, это вообще какой-то такой... Ну, что-то в этом есть такое тоже кавкианское, в этом перемещении бесконечной посылки. Знаете, мы все будем стареть, умирать, а эта посылка все будет там передаваться из рук в руки. Но я пока не готов к таким экстремальным жанрам. Поэтому, да, есть ограничения, без обид. Если хочется участвовать, давайте думать про следующую посылку. Вот. Слушайте, ну, все, кажется, сказал. Надеюсь, что мы все люди взрослые, кто будет получать эту посылку, будет там как-то, я не знаю, если она обтрепится, покупать новые коробки, что-то там придумывать, пересылать, решать задачи, которые решают по ходу. Ну, я таким буду выступать неким координатором. И повторюсь, подпишитесь на мой телеграм-канал, чтобы наблюдать, как там эта посылка перемещается. Господи, все сказал, кажется, долго. Давайте уже к описи переходить. Итак, вот такая коробочка из золотого яблока, обклеенная такой красивой бумагой упаковочной. Это я покупал, русский бренд какой-то делает упаковку. Итак, вот так вот здесь все красиво уложено. Ну, давайте все буду быстренько рассказывать. Так, ну, во-первых, какие-то кремики ненужные, ну, может, кому-то они пригодятся. Какие-то и фрошедва крема, и два масла массажных с арникой. Я не знаю, что такое арника, но если вы вдруг делаете массаж, пригодится. Мужской уголок. Роразо, я не знаю, что это за бренд. Точнее, знаю этот бренд, не очень с ним хорошо знаком. Это в космотике стоит уход за бородой и все такое. Прубнички с бумажками какие. Ну, здесь в основном все такое не сильно интересное, что приходит от рандеву в подарок. Какой-то Винца кому-то Соляра, кому-то, может быть, и пригодится. Абен Мюглер. Ну, наверное, все с ним хорошо знакомы, но вдруг пригодится. Эллен Мэн Мюглер. И Паша-Кортье Парфюм. Мне недавно его прислала Яна. Чуть-то я вообще не понял прикола. Вот такая какая-то мужская похабщина. Не очень интересно. Блин, я так все красиво сложил. Ну, сложу потом еще раз. Дальше. Заветный мешочек. Самое интересное. Наполненный довольно плотно пробниками и отливантами. Давайте прям по одному пробнику я буду залезать и комментировать. Итак, первое. Дивин Ваниль Эссеншел Парфюм. Не понравился мне категорично, но хит, наверное, будет интересно. Теорема Умо Фэнди. Редкость мужская. Надеюсь, кому-нибудь будет интересно познакомиться с мужским люксом. Крейзи Ход Байкилиан. Шары Киллиана, вы знаете, часто мне попадают в слепых затестах. Нормально отношусь, но не влюблен. Опять они. Эдалтс Байкилиан. Туда же идет. А-а-а, блин. Я его сюда положил, но выну, потому что Оля мне сказала, что она на меня обидится. Короче, если я его отдам, то что мне его обязательно нужно поносить зимой. Ну ладно, поношу. Так. Кое-что, не буду говорить что, что скоро придет ко мне в флаконе в начале октября. Ждите. Гуччи Гилти. Мужской, классический. Не знаю, насколько это будет интересно, но вдруг. Отелье Колонь, Клементин, Калифорния. Пару раз вы мне его присылали на затесты, я его всегда ругал. Честно тут поносил. Неплохо, нормально, свежо, но все-таки женский. Не сказать бабский. Чуть-чуть вот есть какой-то у него вайп, который не супер мне нравится. Винил Франк Бакле. Слушайте, какие-то конфетки для меня очень удушливые. Ну, для любителей гурманики, может быть, понравятся. Филит. Провинская камина. Лавандовая штучка. Любимый аромат. Один из любимых Олия. Ну вот, филит, если смотрели, недавно выпускал видео, может, вам тоже будет интересно познакомиться. Не то, чтобы супер популярная марка. Опять шары и опять фан-тинс. По-моему, они уже были. Опять Гуччи Гилти. Остаточек классический. Ну, мало ли, кому-то пригодится. Так, Дурга. Амбар Теутоник. Пытался подружиться. Не, что-то сладкое, неинтересно. Реминиссенс. Пачули Эликсир. Мне Дарина прислала флакон мужских пачулей от Реминиссенс. И, в общем-то, они в одну сторону, поэтому пусть путешествуют дальше. Красивые шоколадные, не очень дорогие пачули. Мэйми. Недавно делал обзор на русский бренд. Хороший такой здесь пробничек. Нобади. Я уж не помню. Нобади. Это какая-то горелка у нас. Ой. Какая-то такая помоечка. Ну, разносить это интересно вполне. Еще один филит. Вака. Просто парфюм психотерапия. Очень успокаивающий. И буду рад, если кто-то с ним познакомится дальше. И он, не знаю, будет становиться популярным. Мне кажется, очень достойный аромат. Блэк Гашиш. Это такой аналог афганца. Но, на самом деле, чуть-чуть отличается. В общем, приятный. Вот такой здесь хорошенький остаток. Я знаю, Оля хотела поинтересоваться. Блэк афганца. Может быть, это тоже будет интересно. Это из коробочки Rendezvous. LM Parfums Blackwood. Ну, здесь на один-два раза. Ну, может быть, будет интересно познакомиться. Zen. Chesee The Four Men. Тоже классика. Тоже вроде бы снятая. Мне не зашел. Опять Fun Things by Killian. Их много. Вообще шаров. Killian. Здесь, как вы поняли, довольно много. Носомата Блэк Афгана. Дальше Оле это не уйдет. Знаю, что Оле он нужен был. Хотя, может быть, она брызнет и передумает. Еще один Alien Man от Mugler. Еще один аромат, который скоро мне придет во флаконе. Не буду говорить, что это. В начале октября узнаете. Julia Has A Gun. Midnight Oud. Мне не понравился. Ну, может быть, зайдет кому-нибудь. О, вот это я, как известно, бренд-амбассадор Green Perfum Sucks. Всем советую. Вот если кто-то и с ним не знаком. У меня просто флакон. Я буду очень рад, если вы с ним познакомитесь. Будете про него рассказывать. Это потрясающий парфюм. Обожаю его. Luigi Barrelli. Cotton. Все очень приятно. Все очень симпатично. И все очень вторично. Guerlain Homme Le Bois. Ну, вот вроде бы приятно. Но слишком консервативная, скучная классика. Ну, как-то, не знаю. Не заинтересовал. Идем дальше. Aquadeparma. Colonia Woodman. Ну, тоже пробничек. Это приятная штука. Ну, на любителя. Jilsander Man Absolute. Мне что-то он не понравился. Но, как бы, вроде как, снятость. Может быть, кому-то будет интересно. Мешочек пуст. Ну что, пройдемся теперь по чуть более крупным форматам. Давайте сначала с миниатюр. Salvador Dali Laguna. Купил в Ярославле за 300 рублей. Но при этом это оригинал. Очень миленько. Очень прикольненько. Делал Марк Бакстон. Но я понял, что не хочется мне его носить. Несколько у меня здесь есть ручек от Le Cuvier. Это такая недорогая нишевая французская марка, которая семейства Элина, то ли его дочура, то ли он сам заведует. Нубика. Ну, такой сладковатый удово-ванильный запах. Довольно красивый. Ну, что-то для меня скучно. Вообще, мне марка не понравилась. Ничего не зацепила. Ну, я оставил там 2. Один какой-то колоний такой мшисто-лимонный. И смирну розовую оставил. Все, больше не хочется. И, соответственно, передаю еще Porto Bella. Это такой замес странный. Из цитрусов, чего-то горчащего. Но мне он напоминает Баракар Блэк. Ну, как-то не нравится. Мне он так горчит. Ананасовая ерундистика за 3 копейки. Fizzy Pineapple. Супер жизнерадостный. Супер классный. Мне было прикольно с ним познакомиться. Но что с ним делать, я ума не приложу. Старичок Деметр. Слушайте, это моя допарфюмерная... Допарфюмерная... Слушайте, это моя допарфюмерная еще банка. Я не знаю, ему лет 15, реально. И на самом деле он прикольный. Ну, носить мне его не хочется. Но вот, я не знаю, Даша вот любит горманику. Может, кто-то еще на него обратит внимание. Это такой шоколадный какой-то пирог. С подгоревшей коркой. И какими-то смолами. На самом деле, и довольно долго сидит. И вообще, довольно симпатичная штучка. Вот здесь он. Ангел классический в осколке. У меня есть несколько осколков. Ангел у меня во флаконе. Я подумал, что это не нужный мне дубль. Ну, с одной стороны, с Ангелом все знакомы. А с другой стороны, вдруг кто-нибудь хотел, ну, чтобы был красивый такой вот осколочек. Обожаю, кстати, по дизайну. Дальше. Я надеюсь, меня не смотрит Маша, которая мне подарила этот аромат. Но это Паня Валевская. Ну, не могу я. Очень симпатично, но не могу его носить. И он меня тяготит. Но вот если он пройдет через восемь рук и вернется ко мне обратно, значит, быть ему всегда на моих полках. Но мне кажется, нет. Потому что Маргарита его хотела. Хотя, может быть, она его купила. Маргарита, если он дойдет до тебя, буду рад. Дальше. Какой-то русский бренд. Метафизика. На. Я помню, что Вадиму он понравился на затестах. Вадим, если до тебя доедет, буду рад, если он у тебя переживется. Там какой-то не очень большой остаток. Но довольно симпатичная марка. Ой, довольно симпатичный аромат. Не могу сказать, что... Как-то вот не нашел применение ему. Но если он кому-то понравится до Вадима, с элеви, забирайте спокойно. Вообще, кстати, за кем-то бронировать что-то там, мне кажется, бессмысленно. Это вот мы с Олей обсуждали эту посылку. Она говорит, а не будет ли тебе обидно, если кто-нибудь положит что-то, что тебе будет хотеться, а до тебя это не доедет? Да я думаю, да, конечно, не доедет. Ну, как бы столько рук. Здесь без вариантов. Чего доедет, то доедет. Мне даже интересно. Ну и все. Последний лот нашей сегодняшней посылочки. Это вот такой остаточек Hermes Amazon. Очень мне нравится этот запах. Но все-таки женский. И все-таки какой-то вот... Ну, немой, немой. Но мне и флакон нравится, и запах нравится. Это, кстати, старичок. Я, ну, не знаю. Ну, лет пять ему точно. Я думаю, что и побольше. Вот здесь остаточек. Может быть, у кого-нибудь на полках он приживется. Вот так, ребят. Слушайте, мне будет интересно, если вы поделитесь, как вам моя посылка. Было ли бы вам приятно ее получить? Вот я надеюсь, что моим адресатам будут довольны, что эта посылка будет постоянно ротироваться, что-то отсюда будет забираться, что-то добавляться. В общем, если честно, я супер воодушевлен и жду скорее, когда она пойдет уже по блогерам. Все, не буду больше отнимать ваше время. Если захочется поделиться как-то комментарием, рассказать, как вам эта идея, может быть, повторюсь, вы начнете зреть, чтобы такую посылку собрать. Вам не обязательно для этого быть блогером. Вы можете ее отправить по своим друзьям, приятелям или кому-нибудь любимым блогерам предложить поучаствовать. Я прям за такой движ, я буду очень рад. Включайте меня в списки. И давайте думать, что наверняка будет еще одна посылка. Уж по крайней мере, когда эту я получу обратно, наверняка не все, что там будет внутри, мне понадобится. И я на фоне этого могу взять, обновить ее и отправить дальше. Так что не грустите, если вас нет в списках. Ну все, хорошего дня. До следующего видео. Комментарии, лайки, донаты, вы все знаете. Пока-пока, обнимаю.